Тихий гул В этом году мы проводим опять праздник музыки Если говорить о празднике музыки, это европейское мероприятие, которое проходит уже очень много лет То есть во всех больших городах Европы весь день проходят концерты Это и уличные концерты, и в закрытых помещениях И вот мы уже третий год проводим такой праздник музыки в Одессе В прошлые годы это был фестиваль «Фортепиано и ночи», который мы организовываем совместно с альянсом города Кишинева и посольством Франции в Молдове И в этом году мы снова его проводим, это уже будет третий фестиваль Но в этом году мы еще решили сделать программу праздника музыки более разнообразной И поэтому мы организуем в этом году еще и концерт импровизационной музыки О звуках в схеме, собственно, вот исполнители сегодня в студии Вот звук, вот схема Или наоборот Да, то есть я думаю, они позже лучше расскажут, чем я в концерте Просто хочу сказать, когда же будет праздник музыки происходить 24 июня в эту пятницу в 19.00 в арт-центре Коробчинского на Пушинской, 32 будет концерт о звуках в схеме Вход свободный, то есть все желающие могут насладиться этим прекрасным концертом И в субботу, 25 числа в 19.00 в Большом зале филармонии будет, собственно, концерт «Фортепиано и ночи» То есть это будет солист из Франции, Нима Саркешек, который исполнит концерт Клода Дебюсси и Моцарта Совместно с камерным оркестром Одесской филармонии А также будут две солистки, это Ольга Бегунова и Жанна Мисон, которые исполнят концерт Пуленко И все это будет происходить под руководством Игоря Ленивича Шаврука Вот, то есть две таких даты, которые, думаю, нельзя пропустить Все ценители хорошей музыки просто обязаны быть и отчитаться Быть, отдать честь Точно Давайте теперь к звуку, к схеме перейдем Что это за... Расскажите, давайте так, расскажите немного о себе, а потом о мероприятии, в котором вы участвуете Станислав Минзульский, Сергей Черков, баянист наш На этом концерте я буду участвовать как исполнитель живой электроники, то есть Live Electronics Концерт посвящен Пьеру Шаферу и его идее о теории мышления звуковыми объектами То есть имеется в виду что? То есть, ну, как бы, он назвал это Music Concrete Конкретная музыка, ну, то есть это в нашем, конечно, в наше время слово конкретное уже по-своему Конкретная музыка это вот шансон там Конкретная музыка имеется в виду у него, да, но это у нас Он имел в виду конкретная музыка что? Что это звук, взятый из какого-либо контекста, ну, записанный звук И дальше уже с помощью приборов, там, обработки или чего-то еще уже возвращается уже как в композиции Почему, собственно, и от звука к схеме, почему? Потому что шофер всегда стремился вначале, чтобы была не композиция, а идти от импровизации, от звука самого к композиции То есть, и, в принципе, то же самое у нас будет, то есть, будет играть Сергей Я буду захватывать Сергея, ну, имеется в виду в компьютер и так далее Уже обработку, возвращать это все Сергей будет уже тоже с этим работать, то, что возвращается То есть, это как-то такой круговорот И, получается, мы от импровизации идем уже к композиции, то есть от звука к схеме Звучит не очень понятно, но очень привлекательно Я могу попробовать перевести немножко Поскольку я иностранец, вот я из Санкт-Петербурга, мне будет проще немножко, наверное Идея действительно такая, что вот у нас есть звук, как вот просто вот какая-то данность Какой-то хлопок, вот это звук, да, что угодно это может быть И вот из этого, то есть, мы идем вглубь звука и смотрим, что там вообще в нем происходит Что это не просто какой-то шум, не просто какая-то нота А это вот какое-то событие, которое может быть связано с другими такими же событиями То есть, почему от звука к схеме, а не от схемы к звуку От схемы к звуку, вот у нас есть партитура, да, и вот мы из содержания сразу вот что-то делаем Здесь наоборот, поэтому это импровизация То есть, поэтому это связано с Пьером Шефером Вот такая импровизация, то есть, вот чем отличается от джаза, например Где есть какие-то уже стандарты, квадраты Мы знаем, да, вот сейчас будет проведение, сейчас мое соло, сейчас не мое соло Здесь мы этого не знаем, то есть, наши заготовки, они чисто технического характера А именно, что, как будет развиваться Это не знает никто, даже вы Это не знает никто, и это очень интересно, потому что это будет здесь и сейчас В принципе, да То есть, то, что делал Пьер Шефер, это все-таки была середина 20-го века, да, конечно, там Сейчас мы располагаем немножко другими возможностями в живую электронику То есть, когда вот мы здесь и сейчас трансформируем Ну, то есть, количество техники, которое позволяет это все обработать в онлайн-режиме Да, это все будет абсолютно онлайн И то, что я играю онлайн, и то, что реагирует Слава, значит, с компьютером и с прочими штуками Мое исполнение, это онлайн И наоборот, то, что я реагирую на то, что происходит То есть, постоянно такая взаимосвязь А вы же где-то такое пробовали, эксперимент над слушателями? Да, конечно, в Петербурге И как реакция? Да, в Петербурге Ну, реакция разная То есть, у нас было несколько концертов Один, по-моему, вот я помню из последних, это, по-моему, в Буквоеде Да, это книжная сеть Ну, да Смысл в том, что реакция, в общем, как правило, народ интересуется Это хорошо Потому что хуже всего, когда вот просто ну сыграли, ну ладно Хорошо, когда кому-то понравилось, а кому-то нет Это всегда очень интересно, да То есть, здесь в чем вот такая сложность, извините, я докончу Сложность в том, что от слушателей все-таки требуется какое-то активное участие То есть, это не совсем, что его вот развлекают, да Он должен в этом процессе тоже участвовать То есть, он в фокусе звука То есть, зрители должны быть люди с какой-то подготовкой, музыкально грамотные Или любой человек может Любой, абсолютно Абсолютно любой человек, который вот как я прихожу в музей, да Я же не специалист в живописи, но вот Абсолютно Красиво и красиво Ну, нет Нравится или не нравится Нет, не совсем красиво и некрасиво Красиво, я просто вот на улицу выйду, да Здесь ведь идея не только в красоте И в том, вот зачем это все делать, для чего Так зачем? То есть, мы как-то меняемся А вот зачем? Любой абсолютно звук, любой новый звук То есть, когда мы слышим что-то новое Или видим что-то новое, как-то воспринимаем Мы меняемся, мы уже не те же самые Это абсолютно нормальный процесс Это действительно так То есть, если из концерта, если, допустим, 40 минут, час музыки Появляется процентов 20 того, что никогда не звучало Это очень хорошо Вы прям как музыкальные психологи А у нас профессия Помимо этого всего, вот вы сейчас работаете только вдвоем, да? У вас нет никаких... В данном концерте, да А вообще есть какие-то другие проекты? Добавить Добавить еще чего-нибудь Проектов очень много Но вот поскольку я живу все-таки в Санкт-Петербурге То мы встречаемся сейчас, к сожалению, довольно редко Я вообще первый раз в Украине Ну, с дебютом вас Спасибо большое Я вчера специально прилетел вот для этого концерта Вот, то есть, я могу про себя сказать Что у нас есть в Петербурге ансамбль новой музыки Да, то есть, современной музыки тоже про арт Вот, называется про арты фонд Мы делаем всякие вот интересные вещи И электронные, акустические Собственно, мы и познакомились благодаря этому фонду, институту Поскольку там была такая группа Компьютерной новой музыки, так называемой Ну, иначе... CNMG, Computer New Music Research Group Да, аббревиатура Вот мы таким образом познакомились А новые какие-то эксперименты в тандеме планируются? Планируются Постоянно, да То есть, помимо этого концерта Этот концерт, это импровизация Ну, и плюс еще я иногда еще пишу музыку То есть, записано, есть нотированная так как-то музыка Обычная партитура, пять линейок Плюс еще у нас есть вот разные эксперименты Это с видео, допустим Да, звук, видео То есть, когда иногда даже бывает так, что звук Видео генерирует звук На этот звук реагирует Сережа И потом от... А я реагирую на Сережу А потом на всех нас реагирует публика И потом свет Да, да Вот, еще есть разные эксперименты уже там С интерактивным искусством То есть, ну, я не знаю, будет ли в этом концерте Я думаю, что да, наверное Просто в Cinema G у нас есть Мы сделали датчики То есть, это два потенциометра Специально для Сережи То есть, они одеваются ему на руки И то, что вот он, когда играет Ну, я, получается, контролирую каждое его движение То есть, это мне идет... Это не хорошо, что Слава об этом сказал Потому что я вот, например, этого еще не знаю Что мне на руки одеваются какие-то штуки Поздно Сережа прилетел Мы не успели все еще Еще не успели ничего на руки Нет, вот как раз, да Вот то, что я говорил вначале По поводу импровизации Вот в чем преимущество Если бы мы сейчас сидели бы И, скажем, играли бы послезавтра концерт Какой-то обыкновенный Это было бы немножко странно Сидят два человека Которым играют сейчас концерт И обсуждают, что они будут делать Что же нам сыграть Кстати, вот мне всегда было очень интересно Как непрофессиональному музыканту Не музыканту Как вообще работает механизм импровизации Это умение, которому обучаются Или это какая-то интуиция Которая либо есть, либо ее нет Откуда это все берется? Вы знаете, это прежде всего Это абсолютно открытость Это нужно вот в момент импровизации Можно, я понимаю, что это звучит банально Освободить мозг Сделать его чистым Не думать о том, что вот сейчас я должен сыграть лучше Сейчас я должен сделать вот так, будет красиво Нет, это не надо То есть это тоже есть такая импровизация Если вот импровизация на тему Вы у меня играете чижика-пыжика И говорите Вот давайте на 20 минут нам сыграть То-то, то-то Это да Это я просто вот у меня в голове Эта тема Я как-то ее делаю разнообразной Здесь как раз идея Это не совсем импровизация Есть такое понятие Free Improvisation Свободная импровизация Есть такое понятие Интуитивная музыка Интуитивная музыка Вот у вас в данном случае интуитивная музыка Да, у нас ближе, мы стараемся Я надеюсь, что это будет ближе к интуитиве Но я так понимаю, что тем не менее Определенная доля техники в этом все равно присутствует Потому что если ты не до конца профессионален в технических моментах Ну естественно нужно владеть инструментом И техники присутствуют во всех смыслах Потому что техники будет достаточно и всякой разной Компьютеров и прочих Ну что, друзья, я предлагаю еще раз пригласить телезрителей На грядущие мероприятия Наверное, мы Анну попросим еще раз озвучить Еще раз, да В пятницу в 19.00 24 июня В арт-центре Коробчинского на Пушкинской, 32 Вход свободный Так, и фортепианные ночи Фортепианные ночи 25-го То есть на следующий день в субботу в 19.00 филармония В большом зале филармонии Да, вместе с камерным окестром Игорь Шаврук будет Да, дирижировать, совершенно верно Солист из Франции И дуэт из Одессы Ольга Бегунова и Жанна Миссона Ну мы вам желаем успехов У нас в Одессе Ваше спасибо У нас такая публика очень критичная И очень музыкальная У нас публика под настроение Либо на ура, либо... Очень хорошо Поэтому мы вам желаем успехов в вашем концерте Потому что очень интересная интерпретация Да у вас и задумка По поводу этого Желаю всем экспериментаторам Прийти и посмотреть на музыкальных психологов Которые у нас сегодня в эфире Спасибо большое, что пришли Спасибо вам Потихоньку будем подводить итоги Мы, естественно, сегодня затрагивали В нашей программе В программе самые разные темы Но, безусловно, главной темой сегодняшнего дня Естественно, является тот факт Что 22 июня в 1941 году Была начата Великая Отечественная война И еще раз хочется напомнить всем О том, какой ценой нам досталась в итоге победа И, наверное, это повод еще раз задуматься И особенно ценить то мирное время Которое мы сегодня можем с вами располагать Да, как Камбурова пела Одна победа, одна за всех Мы за ценой не постоим Поэтому давайте еще раз в честь этого дня Вспомним тот гимн, который звучал для всех нас Звучал он в умах, в душе всех наших бабушек, дедушек Которые защищали тогда нашу родину Это музыкальная композиция Вставай, страна огромная Ну, а с вами сегодня это время провели Василий Перваков И Маша Полонская Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok